всем моим прекрасным замечательным слушателям счастья счастье показала вам балетки ну вот обещала вам показала сделала это маленькое видео вставлю вставила его уже или вперед вставлю или назад ставлю но посмотрите балетки там как какие какие они одного типа у меня как-то так нравится удобно хожу и все без комментариев отвечу на несколько вопросов какая у вас швейная машинка но я вам говорила что я любитель я любитель я совсем ну совсем совсем далеко от хорошего профессионального ну вообще ни разу никогда в школе когда-то занимались когда-то мы могли шить девчонки молодые шили потом большой был огромный перерыв не надо было жить и сейчас просто как увлечение машинка у меня самая простая zinger самая простая zinger конечно же я ее покупала здесь но может быть я не купила лет шесть назад вот как я начала что-то шить и я купила здесь эту машинку из самых таких наверное простых но вот сейчас по мере того как я как я шью и как с чем я сталкиваюсь может быть бы я купила немножко и по и подороже и может быть взяла бы японскую и которая бы делала по качестве не какие-то вот операции делала но на сегодня вот у меня zinger кстати тоже имелось имею с ней иногда и заморочки уже два раза ее носила на ремонт вот у кого кто-то спрашивает вот такую машинку посоветуйте вот я купила новую и уже два раза и я не так много чтобы я прям шила много ну нет нет конечно они не на потоке ничего ну что он там я за сезон сделаю ну себе два по три платья сделаю но ни о чем а так больше ничего не ли не никому я никакие шторы не ничего абсолютно все в виде все купить все можно вот поэтому я совершенно не используется но тем не менее имею с ней какие-то заморочки так что ничего не могу ничего посоветовать ничего в этом не понимаю сама вот какую купила купила но вот как бы сейчас если мне покупать может быть я бы взяла на и на японскую и немножко был наверное взяла по такой посолидней ну так что вот ответила на этот вопрос теперь вопрос про сон как как приучить себя спать на спине и вообще о сне ну конечно конечно тема просто великолепная и к тема очень большая и у меня уже было где-то видео но тем не менее я вам скажу свой опыт про сон что такое что такое сон как как я считаю тоже опять только мое мнение сон это одна из составляющих вот на чем держится стержень человека вот на чем держится психологическое хорошее состояние это питание и сон если одно из этих выпадает идут уже идут идут нарушения ну-ка попробуй не не доспи не поспи что что из тебя будет ничего или что-то с едой почему я говорю аккуратно делайте диету почему я говорю что лучший год взять и худеть медленно чем за два месяца это стресс организму это такой стресс организму что ты потом не сможешь очухаться твоя диета как тебе может дорого выйти поэтому конечно чтобы не нарушить вот это свое психору психологическое состояние нужно медленно худеть оставить все свои продукты которые у тебя есть и на первом этапе просто сократить порции для того чтобы сохранить вот этот баланс на котором держится психологическое состояние и конечно второе это в сон ну вот с самого самого элементарного начнем сон если лечь спать и ты первое наелся наелся через полчаса пошел спать вот представляете вот какой это будет сон может быть ты уснешь но организм не отдыхает он перерабатывает это все и конечно утром ты думаешь ну как-то я так всю ночь и вроде спала стал такой уставший или дам в течение дня как-то себя не очень хорошо чувствуешь потому что ну что спал может быть ты и уснул провалился в сон но организм не спал и не отдыхал организм обрабатывал то что ты поел вот первое это конечно не не надо на наестся на ночь я это мое мнение я так думаю второе мы думаем что вот я сейчас сделаю это сделаю это все все дела переделываю все все переделываем еще вот это еще закончила постирали вот еще закончу приготовить а потом я еще вот тут помою а там я еще почищу и ты уже не ложишься спать а ты просто бросаешь себя в постель и понимаете сон это точно так же так как так же как еда надо ко сну подготовиться то есть надо отдохнуть перед тем как лечь спать вот она как-то звучит знаете ну как так что это отдохнуть я жил сплю это отдыхаю вот надо перед сном отдохнуть никакие раздражительные передачи не смотреть потому что ты ложишься и твой мозг обрабатывает то что ты сейчас что-то там послушал что-то ты там посмотрел никакие раздражительные передачи никакие ссоры ни с кем на ночь позвонить своему ребенку и начинать там что-то спрашивать выяснять или своему другу на ночь что-то выяснять выяснять потом какая твоя ночь и какой завтра день и какая ты завтра в или какой ты завтра будешь на работе и так далее то есть отдохнуть если есть такие условия конечно душ принять комнату как-то проветрить просто отдохнуть в конце концов этот упражнение это сделай что-то приятное посмотри что-то приятное почитаю что-то приятное послушай именно вот хороших полчаса перед сном отдохни посидеть просто посидеть посмотреть какое-то что-то приятную музыку какую-то послушать слабую кита я не знаю расслабляющие что-то сделать отдохнуть именно отдохнуть и только потом эти ложится отдохнувшим вот таким ложится спать и конечно сон это вот еще одно из правил ну и конечно я думаю это самое главное что когда ты делаешь упражнения вот вы будете замечать вы будете замечать после упражнения особенно когда ты делаешь упражнение на ночь хотя бы 10 минут хотя бы 15 минут на ночь если ты ты ложишься в постель ты хочешь лечь ровно тут себя даже приучать не надо ничего заставлять себя не надо если вы будете делать систематические упражнения вы захотите ложиться ровно вы уже не сможете лечь вот так ногу на ногу положил руку куда-то под бок или на на бок или что-то где-то себе перерезаешь где-то перекрываешь себе вены и никакой вот этой вот циркуляции ровно нигде не проходит где-то что-то захочется лечь ровно вот после того как ты сделал упражнение лечь хочется ровно это у вас придет постепенно постепенно не надо себя как говорится напрягать все равно и придет к тому что вы начнете спать ровно если вы будете систематически делать это упражнение и когда ты ложишься ровно и в этой позе засыпаешь может быть там в середине ночи и повернешься циркуляция одинаково по всему по всему телу идет абсолютно одинаковая спокойная циркуляция и ты становишься утром просыпаешься ты очень свежий вот понимаете это упражнение она вот выравнивает все как-то выравнивает балансирует и к этому прилагать ничего не надо вот я так думаю что вот вот у меня вот так это пришло как-то она сама постепенно я уже просто не могла раньше как я раньше спала я на какой-то на какой-то бок я любил хотела любилась свернуться как-то ноги ногу на ногу или что-то еще как-то а это все вот эти вот когда ты писать и так долго спать вот так нога на ногу легла и здесь перерезает и долго ты спишь час-два лежишь так три часа так лежишь конечно здесь уже не идет циркуляция или еще какая-то там другая поза поэтому постепенно с этим упражнением придете к тому что вы можете вы будете ложиться лежать ложиться спать ровно ну вот смотрите многие спрашивают я делаю упражнение как в коленях сгинать ноги не сгинать как живот втягивать не втягивать а как ничего не делайте чтобы вам было неприятно или тяжело или больно еще раз еще раз и диета моя и это мое упражнение должно приносить только удовольствие вот вы встали руки подняли от телу приятно удовольствие не фиксируйтесь на коленях не фиксируйте где ваш живот а подтянулись от тянетесь ли вы кверх ничего просто поднимите руки она постепенно вы захотите и живут постепенно понимаете потому что если вы будете стоять с руками а это не просто стоять а еще следить где ваш живот а еще следить а где где колени мои а где моя спина а где мою и вот это а тянусь ли я тянусь ли я или я просто стою ты не получаешь удовольствие ты не расслаблен а здесь именно нужно подняли руки вверх и вот постепенно ваше тело будет говорить тенись будет говорить в тени и живот еще ноги так сделай или так и вы постепенно постепенным то есть от отпустите контроль уберите с головы наслаждайтесь этим упражнением это упражнение должно доставлять только удовольствие тогда она будет на пользу и вы будете эту пользу чувствовать точно так же как диета диета должна быть только на пользу только в удовольствие если диета с которой вы страдаете злитесь потому что голодное настроение нет поплакать хочется обидно что-то почему потому что голодная какой что это за кусок жизни что это за день твой прошел если ты или вечер что прошел ситы голодный значит нет настроения значил тебя много ты от многого отказался и ты раздражен и ты контролировать это ничего не можешь только потому что ты голодный зачем такая диета зачем такая жизнь нужно допустим год худеть там полгода худеть чем похудеть быстро и вот с такими с таким стрессом поэтому и диета и упражнения должно приносить только удовольствие тогда само по себе и сон перестроиться и сможете ровно на спине ложится спать это вот такое вот мое мнение ну что всех вас обнимаю не буду затягивать вот посмотрите какие красивы пахнут я сегодня в машине их везла в машине пахло и думаю неужели неужели а мы же в масках я не знаю во всех на иностранных у нас до сих пор еще в магазин у нас не пускать не в как никуда вообще никуда в общественное на улице можешь ходить без маски но если ты куда-то зашел в любой шоппинг-центр в магазин или если ты зашел в парикмахерскую если ты ты должен находиться в маске это обязательно ну просто и не пустят без маски но у нас нету такого чтоб тебя не пустили нет такого чтоб тебя не пустили если ты зашел без маски тебе маску дадут как-то вот у нас так скажет и маски скажешь я забыл маску но если не не бесплатно дадут то ну просто там 50 цент заплатишь или может быть доллар заплатишь и тебе ну ты оставили может быть даже так дадут то есть в общественных мест местах в масках везде я когда в машину села маску сняла в машину села думаю ну надо же ну надо же давно уже вот так вот так вот так вот запах цветы не издавали пахнут роскошно цветы вот такие красивые что всех вас обнимаю счастье счастье 20 на котором бусинья стоит да мы так всё на Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...